Главные новости Америки сегодня. Мощный взрыв в штате Нью-Йорк. Подробности вот-вот сообщим. В Мэриленде убит судья. Какие версии рассматривают полицейские? Авиакомпания Spirit отменила сотни рейсов. Узнаем, в каких аэропортах пассажиры до сих пор не могут вылететь. Хамаз сегодня освободил двух заложниц, а жители США продолжают устраивать протесты в крупных городах Америки. В некоторых аптеках исчезли лекарства от простуды. Что теперь делать? Дочь 45-го президента Иванка Трамп отказалась явиться в суд. В Сиэтле грабители прикинулись полицейскими и решили взять дом штурмом. Жителям Нью-Джерси просто так раздадут по 400 долларов. В Нью-Йорке появились клопы. Жители в шоке. В Канзасе состоялась свадьба, которая доказывает любви. Все возрасты покорны. Ну и на Аляске в продуктовый магазин пришел медвежонок. Досмотрите это видео до конца. Всем привет! Вот и пятница наступила. Я Денис Чередов. Устраивайтесь поудобнее. Новостей много, как обычно в это время на YouTube-канале Бюро. Я рассказываю о том, что на самом деле происходит в Америке. Самые важные темы и события Соединенных Штатов обсуждаем вместе с вами, поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на Бюро. Ну и в начале выпуска новость от нашего партнера, компании Global Sea Foods. Сезон красной рыбы в штате Вашингтон подходит к концу. И специально для наших подписчиков Global Sea Foods предлагает огромные скидки на рыбу чавыча и кижуч. Если вы сделаете заказ в ближайшие выходные, в понедельник или вторник, то вам отправят целую свежую рыбу прямо к двери. Добавлю, что у компании Global Sea Foods самый большой выбор икры. Кстати, в описании к этому выпуску я оставлю ссылку на видео, чтобы вы могли посмотреть, как же выглядит икра от Global Sea Foods. Ну а с промокодом BURO NEW вы получите скидку в 20 долларов при любом заказе. В городе Кроуфорд, штате Нью-Йорк, произошел мощный взрыв. Жители округа Ориндж сегодня долго не знали, что же произошло. Служба 911 принимала сотни звонков от испуганных людей. Но вот позже выяснилось, что взрыв произошел на местном заводе по выращиванию орхидей. После взрыва начался пожар. Информации о пострадавших пока нет. Что же могло стать причиной ЧП, пока тоже не ясно. Но вот, скорее всего, сотрудники завода нарушили какие-то меры безопасности. Это и привело к мощному взрыву. Громкое убийство в Мэриленде. Там застрелили судью. 52-летний Эндрю Уилкинсон погиб прямо возле своего дома. В полиции считают, что судье отомстил фигурант дела, которое недавно рассматривал Уилкинсон, некий Педро Арготе. Недавно он развелся с женой. И по решению судей именно бывшей супруге досталась опека над четырьмя детьми. А вот отцу были назначены алименты в тысячу долларов в месяц. Следствие считает, что именно это решение судьи стало мотивом убийства. Педро Арготе сейчас объявлен в розыск. Сегодня появились новые подробности жуткой аварии в Малибу. Я напомню, там автомобиль въехал в толпу пешеходов. Погибли четыре человека. Выяснилось, что жертвами ДТП стали студентки университета Пеппердайн. Но вот они погибли на месте. За рулем в момент аварии находился 22-летний местный житель. После короткого задержания его почему-то отпустили домой. Сегодня очень не повезло пассажирам авиакомпании Спирит. По всей Америке были отменены сотни рейсов. Наши подписчики из Флориды сообщают, что в аэропорту Орландо еще утром Спирит отменила как минимум 45 рейсов. Но вот как удалось выяснить в бюро, проблему у авиакомпании связаны с некой проверкой экипажей. Но почему эту проверку начали внезапно проводить, нам так и не сообщили. К сожалению, перебои в полетах продлятся еще несколько дней. Так что если вы сегодня или в ближайшее время летите компанией Спирит, то лучше всего сдать билет и выбрать другого авиаперевозчика. Ну и пишите в комментариях, если вы застряли в аэропорту, какая сейчас там у вас ситуация. Другим темам Хамас сегодня освободил двух заложниц. Это гражданки США. Чудит Раан и ее 17-летняя дочь Натали. Это жительницы Чикаго. О них мы рассказывали на этой неделе. Освобождение стало результатом переговоров при участии Катаром. По информации агентства Bloomberg, США и Евросоюз пытаются уговорить Израиль отложить наземную операцию в сектор газа, для того, чтобы попытаться договориться об освобождении других заложников. Но вот по данным американских СМИ, в руках у Хамаса остаются сотни человек. Среди них и граждане Соединенных Штатов. Сегодня Белый дом официально запросил у Конгресса более чем 100 миллиардов долларов. Часть этих средств пойдет на военную помощь Израилю, а также гуманитарную помощь в сектор газа. Но большая часть этого пакета должна пойти на помощь Украине. Об этом накануне говорил и президент США Джо Байден. В своем 20-минутном обращении к нации он попытался убедить американцев, что расходы, которые несет Америка, поддерживая Украину и Израиль, в конечном итоге в интересах американцев. Добавлю, что программа безвизового въезда израильтян в США вступила в силу 19 октября, а не 30 ноября, как это планировалось ранее. Ускоренное введение безвизовой программы, конечно же, связано с войной в Израиле. Но чуть позже мы еще вернемся к теме Израиля. Минфин США сегодня сообщил, что дефицит американского бюджета по итогам года составил 1,7 трлн долларов. В прошлом году было на 400 млрд меньше. Экономисты объясняют это сокращением налоговых поступлений, увеличением процентных ставок, а также тот факт, что по-прежнему используются средства, выделенные в период пандемии. Но вот эксперты отмечают, что разрыв между доходами и расходами происходит в непростой для США момент. По-прежнему не принят постоянный федеральный бюджет. В Конгрессе до сих пор нет даже спикера. К тому же Белый дом просит одобрить огромный пакет финансовой помощи Украине и Израилю. Дочь 45-го президента США Иванка Трамп отказывается давать показания в суде по делу о мошенничестве своего отца. В начале сентября офис генерального прокурора Нью-Йорка направил повестки в суд трем корпоративным организациям, связанным с Иванкой Трамп, чтобы заставить ее лично дать показания в суде. Генпрокурор Летиция Джеймс хочет вызвать Иванку Трамп в суд в качестве свидетеля. Но вот адвокат дочери Трампа заявил, что у генерального прокурора нет юрисдикции заставить Иванку Трамп, которая больше не проживает в Нью-Йорке, свидетельствовать в суде. Но я хотел вас спросить, нравится ли вам Иванка Трамп? Ну, как вы к ней относитесь, пишите комментарии под этим видео. Солдату США Трэвису Кингу, который в июле этого года умышленно сбежал из Южной Кореи, где базировались войскам США, в Северную Корею, предъявили обвинение. Но одно из главных обвинений – это дезертирство. Кроме того, по данным военной прокуратуры, Кинг хранил материалы, содержащие детскую порнографию, но еще нападал на сослуживцев. Также перед тем, как бежать в Северную Корею, солдат совершил попытку побега из-под стражи. Известно, что Кинг нелегально пересек границу Северной Кореи в июле во время экскурсии по поселку Южной Кореи. Пхеньян удерживал его два месяца и, в конце концов, освободил в сентябре. И вот теперь в США ему предъявили обвинение. Важная новость для всех. Популярная сеть аптек Севес больше не будет продавать некоторые лекарства от простуды. Об этом сегодня заявили в руководстве компании. Причиной такого решения стало заключение управления по контролю за продуктами и лекарствами. Там заявили, что компонент фенилэфрин неэффективен. Напомню, что это распространенный компонент во многих лекарственных препаратах от простуды и аллергии. И вот советники FDA пришли к выводу, что он совершенно неэффективен даже в больших дозах. Поэтому в аптеках Севес на полках уже исчезли многие лекарства от простуды и кашля. Ну вот, скорее всего, такую же картину мы будем наблюдать и в аптеках других брендов. Кстати, кто-то из вас в комментариях уже писал, что давно не верил в эффективность лекарств от простуды и что все это сплошная реклама и люди просто выбрасывают деньги на ветер. Ну а теперь Калифорния. Там суд запретил учителям передавать родителям информацию о гендерной идентичности их ребенка. Речь идет о случаях, когда подростки в школе заявляют, что их гендерная идентичность отличается от пола по рождению. В некоторых школах Южной Калифорнии этим летом попытались обязать школьную администрацию немедленно ставить в известность родителей о подобном поведении их ребенка. Ну вот теперь суд официально наложил запрет на такую практику. Ну а вы что думаете по этому поводу? Должно же быть у ребенка право на конфиденциальность или нет? Во Флориде полиции пришлось вмешаться в скандал между родителями учеников и водителем школьного автобуса. Утром, когда водитель забирал детей по пути к школе, в автобус зашел мужчина. Он представился отцом двух девочек и заявил, что поедет вместе с ними. Водитель автобуса потребовала от мужчины выйти. Завязалась перепалка. В какой-то момент водитель закрыла двери автобуса и отъехала. Родители других детей, которые стали свидетелями этого инцидента, решили поскорее забрать детей из автобуса. Выводить их пришлось через запасную дверь. Ну вот в итоге в дело вмешалась полиция и дошло даже до задержания водителя автобуса. Дело в том, что женщина отказалась подчиняться требованиям полицейских. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайк этому видео и пишите в комментариях, откуда вы нас сегодня смотрите. Мы продолжаем. Итак, в крупных городах США продолжаются акции протеста палестинцев и израильтян. Самым шумным пока оказываются именно акции сочувствующих палестинцам. Один из таких митингов наша съемочная группа встретила в центре Вашингтона, недалеко от здания Капитоля. Ну и еще вот одна акция прошла в Нью-Йорке, в Квинсе. Там собрались тысячи демонстрантов. Они возмущались тем, как американские СМИ освещают атаку Хамас на Израиль. Высказывали недовольство политикой Джо Байдена и местных властей. Примерно в то же время у здания ООН прошел митинг сторонников Израиля. Ну и главное требование – это освобождение заложников. Я напомню, что сотни человек по-прежнему удерживают группировка Хамас. Ну и вот все-таки отдельно покажу еще одну акцию в поддержку Израиля. Так, митинг прошел на площади Тайм-Сквер в центре Нью-Йорка. Там потребовали вернуть Израилю более 200 заложников, похищенных в сектор газа. На акцию пришли и мэр Нью-Йорка Эрик Адам, сенатор Чак Шумер, израильская певица Ширим. На митинге выступил постоянный представитель Израиля в ООН Гилат Эрден. И вот каждый день мы получаем сотни вопросов от наших подписчиков и зрителей об атаке Хамаса на Израиль. Вот сегодня решили немножко подробнее об этом поговорить. К нам прямо сейчас присоединяется Руслан Сулейманов, остыковед. Руслан, здравствуйте. Да, здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Да, спасибо, что присоединились. Смотрите, давайте так, может быть, я буду задавать какие-то банальные вопросы, но в любом случае хотелось бы, чтобы вы объяснили и на них ответили. Смотрите, группировка Хамас, как она легализована в секторе газа? Ее выбирали, может быть, или как оценить легализацию нахождения этой группировки в секторе газа? Дело всё в том, что в 2006 году в секторе газа, как и на других палестинских территориях, состоялись выборы в законодательный совет. Он считал, что Палестин и Хамас тогда на всех палестинских территориях одержали победу, в том числе и в секторе газа. И легально, да, это избранная власть. Но проблема в том, что палестинцам тогда не удалось договориться о коалиционном правительстве. И в итоге, в результате вооружённой борьбы, Хамас силой захватил власть секторе газа в 2007 году и вытеснул другую палестинскую фракцию ФАТ. И вот с тех пор Хамас находится у власти в секторе газа. С тех пор Хамас — единственная власть. Там никаких выборов с тех пор не проводилось. Ну и, собственно, вот уже, получается, больше 15 лет там единственная власть и единственная группировка, и есть союзные те, кто определяют судьбу вот этого палестинского анклава. Да, спасибо огромное за разъяснение. Ситуация такая. У нас здесь в Соединённых Штатах уже который день тысячи людей выходят в поддержку палестинцев. Скажите, пожалуйста, вот можно ли говорить, что когда люди говорят о мирных жителях, об убийствах мирных жителей в палестинской автономии, о том, кто в этом виноват, на ваш взгляд? Всё-таки, мне кажется, важно, чтобы вы тоже свою точку зрения по этому поводу выразили. Я думаю, что в данной конкретной эскалации виноваты бойки Хамас, которые начали агрессию 7 октября в отношении Израиля, вторглись на территорию государства Израиль, устроили там массовую бойню, и это повлекло за собой ответные действия Израиля. Мы сейчас не говорим, насколько пропорционально и непропорционально, но это то, что спровоцировало новую волну конфликта, новое обострение. Ну, так или иначе, вот этот виток, вот эту эскалацию насилия начали боевики Хамас, на мой взгляд. Всё-таки мы можем разделить мирных палестинцев и Хамас? Или мы можем говорить о том, что, ну, вот так вот, в общем, так получилось, что теперь мы говорим, что Хамас — это и есть мирное население? Да нет, всё-таки, конечно, можем разделить, и помимо Хамаса, там ведь есть ещё и другие группировки, есть исламский джипад, например, и, конечно, не все палестинцы поддерживали и поддерживают Хамас, конечно, не все палестинцы — террористы, нет, там огромное число простых мирных жителей, которые пытались как-то жить, выжирывать, в смысле, и, да, не все они поддерживали Хамас. В какое-то время появлялись сообщения до начала этой войны о том, что там были даже бунты, так называемые голодные бунты, потому что ситуация там очень тяжёлая. Да, и ещё один, Руслан, к вам вопрос. Понятно, что многие уже эксперты говорят о том, что быстро всё это не закончится. У вас есть какие-то прогнозы? Как вы думаете, что будет дальше? Я, честно говоря, не вижу каких-то хороших решений, и государство Израиль, как я понимаю, тоже не видит хороших решений. С одной стороны, есть общественный запрос на то, чтобы ответить максимально жёстко Хамас, задача максимума — вообще ликвидировать эту группировку, но, с другой стороны, это всё чревато огромным числом жертв и среди палестинцев, и среди заложников, которых, по последним данным, уже больше двухсот, я имею в виду, израильских мирных жителей, которых в бою Тихамас забрали с собой. Так что единственный относительно мирный вариант разрешения вот этой тяжелейшей ситуации, на мой взгляд, это обмен израильских заложников на тех палестинских заключённых, которые находятся в израильских тюрьмах. По последним данным, более четырёх тысяч палестинцев сейчас находятся в тюрьмах Израиля, а Израиль уже осуществлял обмен палестинских заключённых на израильтян, например, в 2011 году за одного пленённого израильского солдата. Государство Израиля выпустило более тысячи палестинцев из тюрьм. Вот если сейчас удастся договориться о каком-то обмене, то, я думаю, есть шанс избежать дальнейшего кровопролития. И в дополнение всё-таки, да, мы на этой неделе видели обращение президента Байдена к нации. Понятно, что речь идёт о помощи Израилю финансовой и военной. Как это может изменить ситуацию? Это уже меняет ситуацию. Я думаю, что главная проблема сейчас для Вашингтона — это то, как сохранить нормальные отношения и с Израилем, и с арабским миром. Но мы видим, что это уже, в общем, не получается, потому что Соединённые Штаты демонстрируют безоговорочную поддержку Израилю, и арабы уже считают Соединённые Штаты соучастниками тех бомбёжек, которые продолжаются в секторе газа. Арабский мир убеждён в том, что именно государство Израиль виновата в том, что случилось в госпитале Аль-Ахли, в баптийский госпитале, в секторе газа. И, конечно, вот теперь Вашингтону очень трудно сохранять нормальные отношения с другой стороной. Кстати, в Иордане даже был отменён саммит с участием Байдена. Он должен был состояться на следующий день после трагедии в больнице в секторе газа. И, в принципе, государство Израиль способно состоять, осуществить наземную операцию. Есть возможности. Израиль уже проводил наземные операции в секторе газа. Поддержка со стороны США — это то, что в большей степени предотвращает возможность вовлечения внешних игроков, видя то, как Соединённые Штаты направляют свои вооружённые силы в Средиземное море. Я думаю, что ливанская группировка Хизбалла и Иран, если они планировали какие-то акции, какое-то вмешательство, они как минимум задумались, а стоит ли вмешиваться в эту войну, поскольку за Израилем такой союзник, как США. Да, всё-таки ещё один совсем короткий вопрос. Времени очень мало, да. Совсем коротко. Самый жёсткий ответ арабского мира Соединённым Штатам? Самый жёсткий ответ? Ну, я думаю, прежде всего, это будет разрыв и подношений с Израилем. Это просто то, что перечеркнёт все усилия Вашингтона по сближению Израиля и арабского мира в последние годы. А в последние годы Израилю установили дипоотношения сразу с четырьмя арабскими государствами. Ну и дальше будет зреть недовольство, будут протесты, будет давление и, возможно, закрытие каких-то дипломатических представителей Вашингтона, как это, кстати, произошло в Турции. В Турции, в городке Адана, США приостановили работу своего консульства из-за протестов. Я думаю, что если отношения будут ухудшаться, то нечто подобное будет происходить уже в арабском. Спасибо Вам огромное. Востоковед Руслан Сулейманов сегодня отвечал на Ваши и наши вопросы. Спасибо Вам большое. Если ещё будут дополнительные вопросы, обязательно увидимся на YouTube-канале Бюро. Я Вас благодарю за Ваше время, за Ваше знание. Спасибо. Всего доброго. В городе Паттерсон, это штат Нью-Джерси, местным жителям будут просто так раздавать деньги. 200 счастливчиков смогут на протяжении года получать по 400 долларов в месяц. Обладателей такого гранта выберет лотерея. Подать заявки нужно до 30 октября. Участники должны иметь определенный уровень дохода. Не более 38 тысяч долларов в год на одного, или, например, не более 148 тысяч долларов в год на семью из четырех человек. Ссылку мы, конечно, оставим в описании этого видео. В штате Вашингтон произошло курьезное ограбление. Камеры наблюдения в одном из частных домов зафиксировали, как трое мужчин в масках и с пистолетами пробираются ночью на крыльцо. Стучат в дверь и убедительно кричат. Полиция Сиэтла, откройте. На хозяина дома это, судя по всему, не произвело впечатления. Он выбил окно и несколько раз выстрелил в темноту. Грабители-неудачники убежали. Сейчас их разыскивает полиция. Но уже настоящая. Жители Нью-Джерси и штата Нью-Йорк на этой неделе могли наблюдать необычные вертикальные облака в небе. Национальная метеорологическая служба ответила на вопрос, что же это было такое. Оказалось, что облака необычной формы были всего-навсего шлейфами водяного пара, которые исходили от местных электростанций и нефтеперерабатывающих заводов. Такие следы от дыма и струб довольно распространены на севере Нью-Джерси, но часто быстро рассеиваются. Ну а если вы нас смотрите в Нью-Йорке и планировали провести выходные на свежем воздухе, у меня для вас не очень хорошие новости. На северо-восток США опять идет циклон. И уже седьмые выходные подряд в Нью-Йорке будет дождь. Правда, есть надежда, что днем в субботу ненадолго выглянет солнце, но вот уже в воскресенье жители Нью-Йорка почувствуют похолодание и сильный ветер. Но уже во вторник в мегаполисе можно будет почувствовать близость зимы. Столбики термометра опустятся до 4 градусов по Цельсию. Ну а прямо сейчас хочу сказать каждому, кто уже поставил лайк этому видео, огромное вам спасибо за поддержку. Мы продолжаем. 24 тысячи долларов. Такую сумму средняя американская семья тратит в год на медицинскую страховку. К такому выводу пришли эксперты из аналитического центра США. Там утверждают, что за последний год страховой полис подорожал сильнее, чем за предыдущие 12 лет. Повезло тем, чью страховку хотя бы частично покрывает работодатель. Но многим американцам приходится полностью платить за медстраховку из своего кармана. Как отмечают исследователи, если семья из 4 человек в год тратит на страховку 24 тысячи долларов, то в принципе за такие деньги можно купить даже новый автомобиль. Ну вот обсудим новости медстрахования. Самое главное ответим на ваши вопросы, которые вы нам отправили на этой неделе. И к нам прямо сейчас присоединяется брокер по медстрахованию компании Health Brokers Евгений Шеремета. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Спасибо, что нашли время. Смотрите, только что мы рассказали в одной из новостей о том, что 24 тысячи американцев в среднем тратят на медстраховку. Это достаточно дорого. Вот некоторые сравнивают, что это равносильно покупке машины. Такая стоимость. Да, действительно дорого. Скажите, на сегодняшний день какие бы вы планы назвали те, кто собирается сегодня купить медстраховку самые выгодные в этом плане? Да, очень хороший вопрос, Денис. Спасибо. Действительно, страховка дорожает с каждым годом. Из тех планов, которыми занимаемся мы, я бы посоветовал планы категории Gold. Если речь идет о платной страховке, то планы категории Gold имеют доступную цену, то есть они, в принципе, не очень дорогие. А если человек еще и получает субсидию определенную относительно уровня зарплаты, то, в принципе, это выгодное предложение. И также эти планы категории Gold имеют довольно низкий дедактабл. Дедактабл колебается где-то в районе 600 долларов на человека. Если сравнивать, например, с Silver или Bronze, где дедактабл доходит иногда до невероятных 5-6 тысяч долларов в месяц, то, в принципе, это довольно хороший выбор, я считаю. Спасибо огромное. То есть Gold – это самое популярное направление для тех, кто собирается все-таки покупать. Да, да. Есть еще один платик в категории Платин. Они, конечно, дороже. Там нету дедактабл. Но я считаю, что соотношение цена-качество у платиновой категории оставляет желать лучшего. Да, Евгений, один из наших подписчиков здесь интересуется, что делать будут со мной. Так он нам и написал, если он не сообщит об изменении своего дохода, но будет пользоваться медстраховкой. К сожалению, подробностей нет. Ну, единственное, вот еще один вопрос. Меня арестуют? Нет, конечно же, вас не арестуют, но по американскому законодательству все, кто получает страховку через Marketplace, если доход меняется у человека, он получает новую работу, уходит в предыдущие, любые изменения должны сообщаться. Но тут существуют нюансы, не все так просто. Поэтому мы советуем по вопросам обновления страховок. Вопросам, которые связаны с зарплатой и сменением уровня дохода обращаться все-таки к брокерам. Существует много подводных камней, есть такие вещи, как deductions, которые, возможно, не учитывая человек, когда сам пробует заполнять анкету, мы с радостью поможем, с радостью объясним и поможем выбрать ту страховку, которая наиболее соответствует вашему уровню дохода. Да, спасибо, Евгений. Сейчас, если можно, совсем коротко, чтобы успеть задать еще пару вопросов. Смотрите, Medicare об этом мы говорили, о том, что эту страховку можно оформить с 15 октября. Скажите, вот вы оформляете эту страховку. Какие ошибки допускают ваши клиенты или жители Нью-Йорка при оформлении этой страховки, забывают какие-то документы, что-то еще, что бы вы могли назвать, чтобы люди знали? Да, если коротко, я бы очень сказал, что главное – это проверить докторов, если человек выбирает определенный Medicare план, проверить, принимают ли его доктора, которым он сейчас пользуется, этот новый план, а также проверить обязательно лекарства. Не каждый план покрывает все лекарства, поэтому очень важно это тоже проверять. Спасибо большое. И, исходя из вашей практики, скажите, пожалуйста, на какой план сейчас, например, переоформляются жители Нью-Йорка? Быть может быть, тоже кому-то дадим совет, очень важный, это будет полезная информация. Да, что касается программы Medicare, то очень популярны планы от компании Health First, которую мы представляем. Большое покрытие докторов, прекрасные госпиталя, огромный network, очень хорошее покрытие, что касается dental service, vision service. То есть, ну, эти все нюансы нужно уже обсуждать, опять же-таки, с человеком в офисе, когда он к нам придет. На втором месте я бы посоветовал компанию Fidelis. Тоже очень большая сеть докторов, медицинские учреждения, которые ее принимают, очень удобный customer service, приятно работать с ними. Если касается страховок через Marketplace, через New York State of Health, то, опять же-таки, мы советуем Fidelis и UnitedHealthcare. Спасибо. Это самые большие компании в Нью-Йорке, которые мы представляем. Да, еще один вопрос касается стоматологии. Спрашивают у нас, какая страховка покрывает коронки, можно ли их установить бесплатно? Вот такой вопрос. Да, опять же-таки, что касается Medicare, в зависимости от плана, Medicare Part C, то есть Advantage Medicare планы, они покрывают стоматологические услуги, в том числе коронки. Разнообразные планы имеют разный финансовый лимит на dental процедуры. Но, в принципе, сама процедура коронки, если это медицински необходимая процедура, она может быть покрыта способом предварительной авторизации, но да, это возможно, конечно. Спасибо большое. Если у кого-то есть дополнительные вопросы, пожалуйста, задавайте здесь в комментариях под этим видео, также можете лично обращаться к Евгению. Сейчас вы видите контакты. Евгений, напомню, не первый раз участвует в наших эфирах, и мы тут за кадром обсудили, что Евгения даже сейчас узнают на улицах. Да, это правда? Ну, бывает, да, конечно. Благодаря вашей программе очень много людей ее смотрят, и бывали случаи, что узнают и соседи, и на улице спрашивают. Спрашивают, вот, мы вас видели по экрану, мы вас видели по телевизору. И вы здесь же сразу же консультацию бесплатную даете, да? Здесь же сразу же консультацию бесплатную даете? Да, конечно. К нам часто подходят в аптеку, где мы находимся, где наш офис. Люди просто за обычной консультацией на разнообразные темы относительно страховки, относительно фудстэмпов. То есть мы с радостью поможем, эти консультации бесплатные, стараемся помогать всем желающим. Спасибо, Евгений, огромное. Брокер по медстрахованию компании Health Brokers Евгений Шереме это был сегодня вместе с нами на YouTube-канале Берома. Мы вас благодарим. Я вам желаю хороших, здоровых выходных. Спасибо. Благодарю, Денис. Взаимно. Некоторые жители Нью-Йорка жалуются на появление клопов в их доме. Есть версия, что в мегаполис их привезли из Парижа, где, напомню, совсем недавно клопы заполонили не только отели, но и общественный транспорт. Если кто не знает, клопы часто прячутся в матрасах, различных обивках, и в основном насекомые выползают на охоту ночью. Если вы заметили клопов дома, лучше сразу же обратиться к специалистам. Самостоятельно вывезти их очень сложно. Ну, если вы нас смотрите в Нью-Йорке, напишите в комментариях, вот за вашу жизнь в мегаполисе у вас хотя бы раз были клопы, ну и как вы от них избавились. Вот это дам. 20 лет на круизном лайнере. Именно столько живет в путешествии Марио Сальседа, известный в круизном сообществе как Супер Марио. 47 лет он оставил работу в финансовой сфере и с тех пор проводит все время в круизах. В течение года он буквально переходит из одного судна компании Royal Caribbean на другое. Ну вот на такой образ жизни Сальседа тратит до 70 тысяч долларов в год. Деньги он зарабатывает, управляя инвестиционными портфелями частных клиентов с борта корабля. Мужчина утверждает, что абсолютно счастлив и испытывает только одно неудобство. Ему стало тяжело ходить по суше. В Канзасе состояла свадьба, которая доказывает любви все возрасты покорны. Там поженились 96-летние пенсионеры. Карл и Дорис Крузе познакомились в доме престарелых, где мужчина живет уже 10 лет, а его спутница 2 года. От помолвки до свадьбы прошел всего месяц. Карл рассказал, что впервые увидел свою будущую жену в бильярде. Ну и влюбился с первого взгляда. И Карл и Дорис уже были женаты. У них есть несколько детей, внуков и правнуков. Сразу скажу, что без видео медведей вас сегодня не оставим. Ну а сначала другие кадры. Сотрудники службы охраны дикой природы на Аляске спасли двух оленей. И вот эти видеокадры. Животные плыли в воде на юго-востоке Аляски. Ну а до ближайшего острова было минимум 6,5 километров. Патрульные приблизились к оленям и заглушили мотор, чтобы те не испугались. Ну и позже им помогли забраться на борт. Животные долго не могли прийти в себя от переохлаждения, но в итоге согрелись и убежали в лес. Ну и как раз там же, на Аляске, в продуктовый магазин пришел медвежонок. За ним началась охота. Животные сначала пытались поймать покупатели и продавцы, но без помощи специалистов в итоге не обошлось. Полицейские объяснили это тем, что он был истощен для этого времени года и не смог бы пережить зиму в дикой природе. Но они не смогли найти ему место ни в одном из ближайших заповедников, где сейчас находится медвежонок, пока непонятно. На сегодня все. Я Денис Чередов. Как всегда, благодарю каждого, кто смотрит наши выпуски. Не забудьте поставить лайк этому видео и напишите пару слов в комментариях. Спасибо огромное, что смотрит Сибиро. Спасибо за лайки. Хороших выходных. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok